Поздравим победителя конкурса обновы 1.4.96 Демира Атамана. Кстати, на этот раз было меньше участников. Вам что, надоели призы? Ну ладно, чтобы поучаствовать в конкурсе и выиграть облик за 600 алмазов, тебе нужно подписаться на этот канал, на канал Голос Зверько, поделиться этим видео и написать комментарий. Вот все так просто, а я свяжусь с победителем в комментах. Удачи тебе! Мур, привет, друг! Это Зверько и обзор обновления 1.4.98. Сходу в колоду. Анонсировали облик на Ван-Ван для звездного участника с 1 августа. Также анонсировали нового героя Протти. И рисовали его как... ну, человек с копьем. Наверное, придумывали так. Эй, Вань-Минь, нам нужно придумать нового персонажа. Мужика. Мужика с копьем. Но сейчас копья у него как такового нет. Разве что магическая, от навыков. Пассивка. Ох, тут наворотили. У его автоатаки есть время зарядки. Во время зарядки атаки увеличивается скорость передвижения. Каждая базовая атака имеет бонус. Плюс 200 физической атаки. А при уроне замедляют противника на 25% почти на секунду. И вешают метку Бездны, которые стакаются до 5 раз. Каждая метка дает Протти плюс 10% шанса на крит по этой цели. А каждый крит ускоряет Протти на 25% почти на секунду. Вот такая необычная атака. Первый навык. И здесь мы видим магическое копье. Или копье Бездны. Я ХЗ, до лора еще не добрался. Копье пронзает противников, нанося урон. Если на противнике уже есть метка, то урон увеличивается на 25%. Вплоть до бонусных 200%. Второй навык. Протти бросается на человека. Что это *** себе позволяет? Носит урон, метку и отскакивает в сторону. Все просто. Ульт. Этот афробездновец. А стреляет он Бездной. Примета. Выцеливает противников в определенном радиусе, нанося им урон. Скидывает все метки Бездны, нанося за каждый стак дополнительный урон. Вот формула. Что примечательно, стаки накладываются и на героев, и на мобов. А также ульта зацепляет их, нанося урон всем вокруг. Так можно будет стелить мобов. Перезарядка навыков довольно быстрая. И как ты видишь, Протти во время зарядки выстрела может спокойно отходить от врага. Это позволит использовать тактику Бей и Беги. Но у самого персонажа нет врожденного прыжка. И вот лично я в нем вижу скорее стрелка мага. И заменил бы ему физический бонус на магический бонус и урон соответствующий. А то в таком классе у нас только кимми. Но посмотрим, как будут менять персонажи дальше. Настало время нашего знакомого спонсора. Друг, хочешь стать героем своего собственного фэнтези? Попасть в эпический мир Телерии, где темные эльфы встречают священный орден. А войско баннеретов ведет бесконечную войну с ордами нежити. Собери, экипируй и обучи свою партию героев, чтобы начать собственное захватывающее путешествие. Raid Shadow Legends перенесет тебя в мир реалистичных темных фантазий. Теперь ты можешь играть в Raid как на мобиле, так и на ПК. Игра абсолютно бесплатная. В Raid доступны битвы с клановыми боссами. И новая групповая арена, где ты можешь пвпшиться, где вместо одного сражения 4х4, как на классической арене, ты получишь серию из трех сражений 4х4. Тот, кто выиграет две битвы из трех, побеждает. Это просто арена на максималках. Совсем скоро за достижения на групповой арене начнут раздавать крутые награды. Так чего же ждать? Прямо сейчас переходи в описании под видео, качай Raid только по моим ссылкам и получи 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона грамма боя в качестве бонуса. И поторопись. Бонусы будут действовать только следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде. Изменения героев. Халид. Пассивка. Уменьшили базовый урон заряженной атаки. Было 100, будет 50. Второй навык. Уменьшили исцеление. Было 7,5. 15% будет 5,10% от потерянных хп. Чудачество с его вторым навыком мне надоело комментировать. Но есть с ним один нюанс. Я укатываю на недельный отпуск впервые за 3 года. А в этот период выходит Халид. Но не могу же я тебя оставить без гайда. Правда? Гайд будет, но немного в другом формате. Бенедетта. Второй навык. Откатили время в защитной стойке. С 0,8 до 0,6. Зато накинули бонус физической атаки. Было 50%, будет 80%. Бартс обзавелся анимацией пика. Пассивка. Изменили расчет бонуса для урона укуса, когда срабатывает пассивка. Ранее бонус был 12% от хп цели. Теперь 6% от хп Бартса. Что логичнее для танка, правда? Атлас. Халява кончилась, товарищи. Теперь, когда ты летишь осьминогом и тут же применяешь ульту, цель оглушается не на 1,2 секунды, а на 1,1 секунды. Из инициацию убрали. Теперь будет проще оторваться от атласа. Пополь и купа. Пассивка. Изменили расчет хп купы. Было 700 плюс 120% от хп пополя. Теперь будет такой. 1200 плюс 100% хп пополя. Как повлияет, посмотрим на практике. Мартис. Первый навык неожиданно получает баф. Уменьшили перезарядку. Было 10,7 секунд. Будет 8,6 секунд. Уранус. Второй навык. Уменьшили запасы энергетического щита. Было 400 тысяча. Будет 300,750. Ульта. Ранее уранус получал бонус 50% на реген и щиты. Теперь значение будет расти с уровнем навыка. С 30% до 50%. Вот и нерфанули танка дамагера. Руби. Пассивка. Изменили бонус к защите после прыжка. Было 23,40. Теперь будет 12,45. Другие изменения. Оптимизировали эффекты на пустынной карте. Исправили баг при покупке золотого посоха и бесконечной битвы, когда стаки не засчитывались Фрея и Бадангу. Понерфили пылающий жезл. При повторном уроне он сжигал 2,5% от хп противника. Теперь будет лишь 2% ровно. Крылья королевы. Ранее поглощали 50% урона. Теперь будут 40%. Накинули вампиризм с 30% до 40%. А заодно накинули перезарядку предмету с 50 секунд до 60 секунд. Хорошие новости. Теперь можно будет взять нового героя в ранг лишь после игры на нём в двух боях в обычке, либо режиме боя. Вообще, я бы увеличил хотя бы до 10 боёв. А то эти раки в ранге на незнакомом герое высаживают всех. И даже самих себя. А ещё у меня на канале вышел перевод роликов драконов. Зайди оценить. А на этом всё, мой друг. Пиши свои впечатления о новом герое. Да и вообще, пиши, что думаешь про обновление. Не забудь подписаться на канал и поставить лапку. Удачных боёв! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...